МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Смотрите в этом выпуске. День памяти. В Самаре отметили дату окончания Второй мировой войны. Время делать прививки. Врачи рассказали, когда в Самару придет грипп. Ребятам о зверятах в Самарском зоопарке прошел экологический день знаний. Россия и весь мир сегодня отмечают окончание Второй мировой войны. В этот день, в 1945 году, Япония безоговорочно капитулировала. Тем самым, официально положив конец одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. Дату 2 сентября принято считать вторым днем победы. Сегодня в память о тех, кто не вернулся с войны, в Самаре на площади славы возложили цветы. Павел Бымаков продолжит. К этому мемориалу они приходят каждый год. Для старшего сержанта Дмитрия Рузанова и его товарищей День Победы в 1945 году настал лишь 2 сентября. Сам Дмитрий Герасимович прошел почти всю войну, был артиллеристом. На Западе закончили войну с немцами, нас на восток, в Монголию приедли. Это 45-й год, юнь месяц. Ну, я попал в отдельный противотанковый дивизион 76-мм орудий. И 9 августа пошли наступления на Японию. Тогда и не верилось, что возвращение домой уже так близко. Меньше чем через месяц, 2 сентября 1945 года, Вторая мировая война была закончена. До сих пор нет точной цифры погибших в самой кровопролитной за всю историю человечества войне. По некоторым данным, погибли более 50 миллионов человек, солдат и мирного населения. Война охватила 73 государства. И память о том, чтобы сохранить в наших сердцах все то, что завоевано нашими отцами, матерями, старшими братьями, сестрами, очень и очень важна. Считаю, что долг каждого человека, каждого гражданина – это свято помнить и не забывать. К вечному огню на площади славы ветераны возложили венки. Память погибших почтили минутой молчания. Павел Баймаков, Константин Головин. События. О судьбе Самары в межнациональном масштабе. Представители различных национально-культурных центров города встретились с мэром, чтобы наметить план на будущее и подвести итоги развития Самары за последний год. Подробнее в репортаже Марины Матвейшиной. Атмосферу дружелюбия, взаимопомощи и выручки в зале представителей различных национально-культурных центров города. Эти люди могут рассказать о Самаре на пяти и больше языках и показать пример крепкой межнациональной дружбы. Судьба города и в их руках, говорит глава Самары Олег Фурсов. Мэр рассказывает о проделанной за год работе, а также подводит итоги в действии реформы местного самоуправления. Я часто встречаюсь в последнее время с населением. Хочу сказать, что год назад после встречи был вал рук, лес рук. Все говорили, вот у нас там лампочку нужно вкрутить, у нас там траву покосить, у нас там деревья обрезать. Сейчас на встречах эти вопросы не поднимаются. То есть они все ушли на районный уровень. Для оперативного решения вопросов местного масштаба у района есть свой бюджет. Он пополняется за счет земельного и имущественного налогов. В будущем полномочия районов будут расширены. Сейчас у глав есть четкий план действий на ближайшее время. В дефектных ведомостях записаны все проблемы территорий и сроки их исправления. Участники встречи неравнодушны к изменениям в городе и активно интересуются будущим Самары. Плотя наша разваливается. Там даже с боков плитка падает. Там, не дай бог, кого-нибудь когда-нибудь... Там какой-то палаточным материалом, да, вроде бы обмотали, покрасили белый. Там, да, нуждается вот время будет. В следующем году начнется реконструкция. В четвертой очереди набережная. Она будет продлена за Софийский собор, который строится. Там будет фонтан очень красивый. И, конечно, в ладе это будет реконструировано. Она будет восстановлена. Поэтому нужно просто дождаться. Вот 17-й год, там начнутся работы, этот участок будет закрыт. Не только вопросы благоустройства волнуют представителей этнических центров, но и развитие национальной культуры. Глава города обещает всестороннюю поддержку общественных инициатив. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Самарская область усиленно готовится к выборам. В регионе выдано почти 1600 открепительных удостоверений. Эту цифру озвучили на очередном заседании избиркома Самарской области. В повестке дня также вопрос о назначении на должности председателей территориальных комиссий Железнодорожного района Самары, Центрального района Тольятти и Сызрани. Также обсудили и заявления об отмене регистрации кандидатов, которые скрыли сведения о судимости. Не указание судимости в сведениях – это однозначно отказ в регистрации. Но поскольку уже зарегистрированы эти списки, у нас не остается ничего другого, как обратиться в судебные инстанции для отмены этой регистрации, в данном случае исключение их из списков. Лучше предупредить, чем потом лечить. В Самаре началась прививочная кампания от гриппа. В поликлинике уже поступили первые партии вакцины. С каждым годом состав обновляется. Этим летом вспышки ОРВИ и гриппа медики не отметили. Но уже в конце сентября ожидается подъем заболеваемости. С подробностями Олеся Корецкая. Прививки от гриппа Елена Городнова делает уже восьмой год. Профилактику проводит сразу, как только начинается вакцинация. Говорит, эффект есть. Тем более, что по работе приходится много общаться с людьми. Я главный бухгалтер, я свою бухгалтерию ставила в одно из условий. Обязательно прививаться. Кто заболеет непривитый, будет наказан. И знаете, очень было эффективно. Приезжали на работу, делали нам прививки, и все было замечательно. В этом сезоне подъема заболеваемости не было. Жаркое лето поспособствовало. С наступлением холодов поток пациентов с ОРВИ и гриппом возрастает. За первые два дня прививочной кампании в 4-й горбольнице вакцину против гриппа получили уже 650 человек. Сейчас же погода плохая стала, поэтому часто люди болеют гриппом. Поэтому решила сделать прививку. В этом году мы отмечаем, что население стало более грамотным. Оно самостоятельно обращается в поликлинику для того, чтобы сделать прививку. Но как таковых у нас не было очковых вспышек. В основном пациенты сразу же обращаются в поликлинику. С началом прививочной кампании поликлиники и больницы информируют людей, рассылают письма в организации, приглашают на прививку. Каждый год состав вакцины меняется. Вносят новые штаммы. Прививку нужно делать минимум за три недели до начала эпидемии, говорят врачи. Обычно подъем заболеваемости начинается во второй половине сентября и продолжается почти два месяца. Особенно важно получить вакцину людям из группы риска. К ним относятся листы старше 60 лет, люди, часто страдающие бронхолегочными заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники образования, работники сферы обслуживания, торговли. На вакцину надейся, а сам не плашай. Врачи напоминают всем пациентам про общие правила профилактики простудных заболеваний и гриппа. Чаще мыть руки, проветривать помещение, проводить влажную уборку, использовать защитные лекарственные средства перед выходом на улицу. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Далее, коротко о других темах дня. Крупный пожар произошел в Самаре на улице Печерской. Огонь из квартиры в двухэтажном доме быстро перекинулся на крышу. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте работали 25 человек личного состава и 5 единиц техники. По информации спасателей, пострадавших нет. Причины и ущерб сейчас устанавливаются. На реконструкцию заводского шоссе от улицы Аврора до 22-го портсъезда направят почти 200 миллионов рублей. Кроме ремонта дорожного полотна на протяжении полутора километров, по тех заданию подрядчик должен переустроить инженерные сети, благоустроить придорожную территорию. Все работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев с момента заключения контракта. Результаты торгов подведут 23 сентября 2016 года. С начала сентября Самарский государственный архитектурно-строительный университет реорганизован. Он присоединился к Самарскому государственному техническому университету в качестве структурного подразделения – архитектурно-строительного института. По словам ректора Объединенного опорного вуза Дмитрия Быкова, объединение двух крупнейших университетов уже себя оправдало. Поддержка программы развития на уровне государства получена. Финансирование в рамках реализации проекта опорного вуза будет направлено на ключевые позиции, среди которых работа с талантливой молодежью и реализация инновационных проектов. За неуплату налогов автомобиль под арест. На сегодняшний день произведено уже более тысячи таких арестов. По данным налоговой инспекции, объем задолженности по транспортному налогу в Самарской области превышает 2,5 миллиарда рублей. Сотрудники налоговой службы совместно с судебными приставами проводят рейды, в ходе которых выявляются наиболее злостные неплательщики. Теперь по закону возможно применение крайней меры в виде ареста автомобиля. Сейчас на рассмотрении судебных органов находится более 70 тысяч дел на сумму в 1 миллиард рублей. Дожди в Самаре сохранятся до начала следующей недели. Из-за циклона за сутки в городе выпало 44 миллиметра осадков. Это 96% от месячной нормы. Из-за большого количества осадков по улицам города хлынули потоки воды. Горожане активно обсуждают капризы погоды в социальных сетях. По прогнозам синоптиков, через несколько дней циклон начнет смещаться за Урал, и небо над Самарой прояснится. «Дорога – символ жизни». Акцию под таким названием запускают сотрудники ГИБДД. С началом учебного года повышается риск детского травматизма на дорогах. Познавательные акции для детей пройдут в парках и на набережной. В игровой форме ребятам напомнят о безопасности на дорогах. Школьники смогут смоделировать различные ситуации и показать свои знания в викторинах. Мы проводим профилактическое мероприятие «Дорога – символ жизни». Приурочена она, конечно же, к новому учебному году, когда у нас дети вернулись с длительных каникул к учебному процессу. И тем самым мы напомним детям о безопасности дорожного движения. Необычный урок. Погладить ягуара и варана, а также пополнить свои знания о животных, предложил гостям Самарский зоопарк. На экологическом дне знаний побывала Алина Чемерис. В гостях у питомцев Самарского зоопарка школьники знакомятся со сказочными героями, участвуют в тематической викторине. Когда к детям выносят двухмесячного ягуара Азара, он сразу отвлекает на себя все внимание. В природе дикие звери тоже обучаются. Правда, школу жизни проходят гораздо быстрее – за полтора-два года. Охотятся и выживать их учит мать. А для Азара преподавателями и наставниками стали сотрудники зоопарка. Мы даем им игрушки всякие разные, как по-гриммутски детям тоже даем. И вот они на этот звук им интересные, они начинают… Ну, инстинкт-то есть у них. То есть она кидается на него, кусает лапами как-то, бьет. Ну, то есть сам обучается. Менее ответственны родители пернатых. Они не тратят много времени на воспитание потомства. Их главная задача – вывести птенцов. Курица породы Брама. Ей всего три месяца. Это подросток, но уже вполне самостоятельный. Эта порода домашняя, и их обучение, когда они вылупляются, заканчивается, не успев начаться. Чтобы научиться находить зерно и клевать его, им требуется всего один день. А вот у рептилий все совсем иначе. Они с рождения предоставлены сами себе. Их уму-разуму учит дикая природа. Они целиком и полностью полагаются на инстинкты. Рептилии могут адаптироваться к любым условиям. Этот варан уже научился узнавать сотрудников зоопарка и проявлять характер. Вот только стоит подойти к террариуму, если он голодный, он сразу же начинает искать, встает на задние лапы и проявит, выпрашивает еды. А так по характеру, как котенок, рептилия. Сотрудники зоопарка уверены, знакомство детей с животными позволит и тем, и другим научиться доброте и доверию. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру готовятся следующие сюжеты. Теплом обеспечены. Открыта вторая очередь газопровода «Вентай-Самара». Они добывают черное золото и голубое топливо. В Самаре отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. Самара запускает волну здоровья. В городе началась всероссийская акция. На этом выпуск завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин